МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скоро лето, и наступят жаркие деньки, в которые так и хочется поплавать и поплескаться в море. Как? Ваш ребенок еще не умеет плавать? Не переживайте. Сегодня в нашей программе вы узнаете, как легко и быстро этому научиться. Джордж первый раз пришел в бассейн. Давай-ка сунем в воду одну ножку. Может быть, лучше другую? Может, Джорджу попробовать сразу двумя ножками? Это мысль. Тема нашей сегодняшней программы – «Как научить ребенка плавать». И об этом мы поговорим с мастером спорта Ириной Нессен и мамой Юлией. Здравствуйте. Привет. Юлия, я знаю, что вы воспитываете сына. Как его зовут? Скажите, пожалуйста, и сколько ему лет? Моего сына зовут Миша, ему 9 лет. Он у меня чудесный ребенок, я ему очень горжусь. Самый лучший на свете. Я очень рада за вас и за вашего сына Мишу. А скажите, пожалуйста, он умеет плавать? На самом деле у нас очень сложная история произошла. Научились мы плавать в бассейне, но почему нам пришлось учиться плавать в бассейне, я расскажу, наверное, с самого начала. Дело в том, что когда он был маленький, я считала, что в принципе обучать особо плаванию не надо. А почему? Это вполне естественно плавать, потому что вот с самого рождения я его опускала в ванну, он плескался, потом по определенным причинам нам запретили заниматься. И мы просто ходили в бассейн, в лягушатнике, я одевала ему все эти нарукавники, спасательные жилеты и чувствовала себя достаточно спокойно. Он веселился, прыгал, плескался, и этого было достаточно. Но произошел один такой, ну, не очень хороший случай. Он упал животом вперед в лягушатнике, там воды было буквально по колено ребенку. А у вас в этот момент не было рядом? Я стояла рядом, что самое смешное. Он сбоку находился, он упал и не смог подняться. А я в это время разговаривала с другой мамой. Тоже, ну, как бы чувствовала себя достаточно безопасно. Что-то меня дернуло, естественно, я его выхватила из воды, но страх остался. И после этого он... То есть он даже не кричал, вы не слышали никаких звуков? Конечно, он же не мог кричать. Он просто упал, и все. И спасательный жилет за счет своей большой поверхности не давал ему подняться. Я тогда очень сильно испугалась, и, естественно, он очень сильно испугался. Сколько ему было в это время? Ему два с половиной года было. Маленький еще совсем был. И после этого, как бы, вот у нас с плаванием начались проблемы. Он начал бояться воды, купался только под душем, в ванну не хотел залазить. После этого мы уже стали четко там работать над его страхом, но ничего не получалось. Пока мы не нашли хорошего тренера, который нам помог. Мы отвели, и он научил его плавать, но это уже случилось пять лет. То есть для вас мотивом занятия плаванием стал этот несчастный случай? Да. Ирина, скажите, а какую пользу еще приносит плавание, кроме того, что мама может чувствовать себя спокойно за ребенка, и ребенок чувствует себя спокойно, комфортно на воде? Вы знаете, что часто даже плавание назначают как детям маленьким, так и взрослым людям с целью укрепления и организма, и особенно когда идут нарушения позвоночника, то, безусловно, плавание влияет положительно абсолютно на все органы человеческого тела. Ну и плюс, мне кажется, то, что когда человек плавает, он как-то себя чувствует уверенней. А с какого возраста можно начинать плавать? От рождения. Вот как пришли с роддома домой, так и учите плавать. Да? Уже можно? Уже можно. Юля, а вы слышали вот о таких методиках раннего обучения? Конечно. Я даже пробовала эту методику. Дело в том, что ребенок 9 месяцев проводит в утробе матери, а там постоянная жидкость. У него все рефлексы сохранены. Его, когда отпускаешь в воду, он не захлебывается. С ним можно нырять, опускать его под воду, доставать. Очень интересно. Вообще детям очень нравится. И как вот вы сразу осмелились на такие процедуры, никто вам не помогал, не подсказывал, как правильно делать? Я просто очень много журналов читала и медицинских энциклопедий, поэтому мне казалось, что это совершенно не страшно. Это действительно не страшно, если нет противопоказаний особых, там, врачом указанных четко. То есть если начинать с рождения, то потом ребенок так постепенно-постепенно... Он воспринимает воду как естественную среду, и у него нет совершенно проблемы перехода. Ну а если вы начали так рано учить, почему же не получилось? Нам в определенный момент запретили заниматься. То есть есть какие-то противопоказания, Ирина, для такого? Ну, конечно, есть, безусловно. У каждого, каждый организм, он индивидуален. Поэтому, конечно же, надо советоваться с врачами. Но я хочу по этому поводу сказать, вы знаете, свой случай с детства. Я когда занималась плаванием, как обычно всегда, какой очах? Это ушки. И часто очень было воспаление. Именно от плавания, от воды? Ну, очевидно, вода попадает в ухо, и, естественно, обостряется. Боли обостряются. Может, не то, что от воды именно. А вода именно была как стимулятором, более таким болевым ощущением больше. И когда мама приводила меня к врачу, так один из врачей даже говорил, если вы хотите, чтобы ваш ребенок оглох и был глухой, вот пусть она занимается плаванием дальше. Какой кошмар. Да. Ну, вы знаете, я благодарна и своей маме, то, что у нее хватило мудрости. И благодарна, наверное, у меня была любовь к плаванию. Ваточка с вазелином, пластилин и на тренировочке. А со скольки лет вы начали заниматься? Я начала заниматься с шести лет. В бассейн меня мама отвела. Но тоже по теме хочу сказать, как меня мама научила плавать. Она очень любит плавать. А я любила, знаете, как дети любят, обхватив сзади родителя за шею. Детель плывет. С детиком таким мама нырнула. Да. Я чего-то так и подумала. Ребенок всегда, что уверена, мне было тогда три с половиной-четыре годика. Я так любила так плавать. И мама так плывет, заплыла далеко. И потом мои ручоночки раз так и отпустила. Я как собачонка гребусь. Она говорит, не бойся, я рядом. Видишь берег? Вижу. Плыви. И, вы знаете, и доплыла. Да? Не знаю, что было. Ну, конечно, то, что мама рядом была спокойна. И вот с тех пор как-то и поплыла. А почему мама решила, чтобы вы занимались профессионально плаванием? Какой у вас был мотив? Наверное, было всё-таки… Ну, есть, понимаете, всё равно, мне кажется, каждый… Бог создал каждого человека индивидуально. И у каждого есть… Свой талант. Физические, да, физические какие-то наклонности. Если у меня, допустим, с детства, хоть я и девочка, но была спортивная фигура, то понятно, что спорт меня ждал. И дождался. Если, допустим… То есть уже по фигуре ребёнка, даже когда он… Вот только ему два-три годика, уже видно. Ну, и по характеру, наверное. Конечно, да, и по характеру. Ну, конечно, нравилось. Если вернуться к раннему обучению плавни, я знаю, что у вас тоже есть такой опыт. Расскажите, пожалуйста, Аня. Да, я вот, как говорила Юлечка, я точно так же только пришла с роддома домой. Ну, в наше время мы приходили на пятый день, это сейчас, на следующий день уже дома. Я пошила ещё заранее своему сыну вот детская шапочка, резиночки, и пенопласт ставила вот вверх шапочки. Вот я… Да, и шапочку я его одевала, и ванну наполняла, и бросала в ванну. И вот голова как поплавочек, и нормальный человек. Сейчас есть специальные такие воротники надувные для маленьких детей, но можно и так. То есть вот первые 2-3 месяца, пока ещё сохранились вот эти все рефлексы, он тонуть не будет. Он будет нормально при наблюдении, то есть и нырять, главное там приподнимать в какие-то моменты. Воротники, конечно. А с чего родителям начинать вот такие обучения? Просто вот макнуть ребёнка и всё? Или как-то… Ну, как положено. Вы же приносите ребёнка из роддома, вы же его моете, правильно? Да. Аккуратненько держим и мываем руками обычно. В маленькой ванночке, правильно? То же самое можно сделать и в большой ванночке, и с кипячённой водой, и с водой с ромашкой, и с чем угодно. Совершенно никаких проблем. Вот. И просто если взять большую мисочку, да, то можно вот в разные стороны, и, пожалуйста, это уже обучение плаванию считается. А я вот ещё хочу за бассейн спросить. Не вредна ли вот эта вода хлорированная для ребёнка, когда в бассейне? Субъективно очень. Дело в том, что есть аллергозы специфические. Вот, допустим, на хлористые соединения, которые часто добавляют воду в бассейнах. И кое-какие дети действительно имеют очень негативную реакцию. У них поднимается температура до 37,5. У некоторых бывает даже анафилактический шок. Но это как бы такое вполне естественное состояние для людей, которые страдают аллергией. Вот. Единственное, что надо всё время как бы проверять, да, там, ребёночка проверить, чтобы не было аллергии на хлористые соединения. Вот. Но обычно со временем такая аллергия проходит, привыкание наступает. Просто вот постепенно надо ребёнка приучать к плаванию, и будет замечательно. Дело в том, что у нас был случай в Водолее, да, мы поехали. В одном бассейне у нас всё хорошо, а в другом бассейне у нас поднимается температура. Вот неправильно рассчитывают дозировку. То есть по-разному очищают воду? Неправильно хлорируют, по-разному очищают воду, и есть проблемы, потому что кожа незрелая у ребёнка. Ещё она не готова к такой как бы агрессивной среде. Ну а как же это выяснить? Только таким путём привезти ребёнка и попробовать? Проверить, да. Или может быть какие-то нормы есть гигиенические? Ну нормы-то есть, но не все ими пользуются, вот и всё. Тут никто не может быть застрахован. Да. В бассейне, естественно, они каждый день проверяют, у них обязательно эта процедура контролируется ежедневно. Ну может вот действительно переусердствовал кто-то, да, переусердствовал именно. Я знаю, хлор и медный кулпороз ещё добавляют, да, вот эти вот соединения. Но это с целью того, чтобы дезинфицировать воду. То есть уже вы, допустим, гарантия... Спасти от инфекции, да, но от аллергии нет. Не спасёшь, да. Конечно. Гарантия того, что вот в бассейне много плавают, можно всё там, неизвестно какую инфекцию, мало ли. Я вам хочу сказать, там всё убивают. Вплоть до грибковые заболевания, всё. Я очень сомневаюсь. В последнее время вот меня действительно тревожит ситуация с бассейнами, потому что практически никто никогда не требует справок. То есть это настолько условно. Любой товарищ с улицы грязной может прийти помыться, и после него пойдут плавать дети. Да, я вот тоже хотела спросить, а маленьких детей туда приводят? Насколько большой риск подхватить там инфекцию какую-нибудь для ребёнка? Несмотря на хлорирование. Несмотря на хлорирование. Несмотря на это иммунитет. Вот если иммунная система у ребёнка здорова, его хоть в грязи валяй, и с ним ничего не будет. А если иммунная система слабая, то, конечно, надо быть осторожным. Но плавание вообще помогает укрепить иммунитет? Конечно. А как быть сушками в вашем случае, что от плавания начинался? Ну, сейчас уже современная достигла более совершенства. Уже не надо ваточек с вазелинами, пластилина. Есть беруши. Беруши, да. Поэтому всё, что угодно, бандирование полностью. И вперёд в бассейн. Ну, вы знаете, вот действительно, плавание настолько индивидуально. Вот я с Юлей согласна. Тут надо смотреть уже по ребёнку. Мне тяжело отвечать на эти вопросы, потому что я спартанского закала. Я считаю, что надо всё преодолевать. И когда вот даже у меня двое детей, вот внучка, 8 лет уже скоро будет. Вот, вы знаете, я не воспринимаю, когда, допустим, ребёнок говорит, я не могу. Такого не может быть. Ваша внучка занимается долго? Да, плаванием. Моя внучка уже, да, два года занимается. Вы её тренируете? Нет, не я её тренирую. Я отдала, потому что я преподаю немножко в другом месте работы. Основное место работы у меня другое. Это уже, как говорится, хобби. Хобби осталось с детства. А как зовут внучку? Настенька. И какие у неё уже есть достижения? Есть какие-то? Вот в пятницу были соревнования, мы уже выполнили второй разряд, юношеский, естественно, да. Здорово. 8 лет? Да, ну ещё будет 8, 7,5. Поэтому я очень рада. И я рада тем, что ей нравится. И тоже, вот понимаете, я хочу на внучке сказать такую вещь. Вот мы когда готовились к соревнованиям, я говорю, ты обязана выполнить второй разряд. Потому что, к сожалению, у нас не все бассейны работают круглый год. Отопительный сезон заканчивается, и бассейн закрывается, да. Поэтому это у нас были последние соревнования. Я говорю, ты должна закончить учебный год с разрядом. Ты должна результат мы увидеть. И вы знаете, дети, ну как, лично моя, немножко с линцой. Я её утром, когда подымала, я её обязательно бег. Зарядка у нас, да, даже со слезами бывала. Я говорю, ты не для меня это делаешь, ты это делаешь для себя. Я говорю, чего ты плачешь? То есть она видит, что результат какой-то, она к чему стремится? Понимаете, чтобы увидеть результат, нужно трудиться. Ну естественно, я не то, что там сила её заставляю. Я её словесно объясняю, что это ты делаешь для себя, что это необходимо. Чтобы достичь чего-то в этой жизни, надо трудиться. И очень много трудиться. И хочешь ты, не хочешь, но надо. И вы знаете, я считаю, что это будет укреплять и у детей, потом и в подростковом, и молодёжь, и дальше в жизни. Более крепкие будут по жизни идти. То есть когда ребёнку с детства говоришь, что к чему-то надо стремиться через труд, то естественно эта работоспособность и будет укрепляться, если она есть. Если ребёнок с линцой, то тем более надо ещё более. Потому что, к сожалению... Вырабатывается автоматизм. Да. Ты привык быть в центре событий. Конечно. И до конца жизни потом не останавливаться. В этом вы абсолютно правы. Но всё-таки у нас тема сегодня, как научить ребёнка плавать. А в нашей студии это сделать невозможно, поэтому я предлагаю перенестись в бассейн, где нас уже с вами ждёт Настя. Для того, чтобы научить ребёнка правильно и быстро плавать, необходимо научить правильно дышать под водой. Делая вдох над водой, опускаемся под воду, выпуская воздух, и вы должны увидеть бульбочки над водой. Значит, ваш ребёнок дышит правильно. После того, как вы убедились, что у вас ребёнок научился правильно дышать, перейдём к упражнению поплавок. Обхватив руками колени, делаем вдох и выдох под водой. Таким образом, тело ребёнка появится над водой, как поплавочек. Не забывайте при этом следить, чтобы ребёнок дышал под водой, выпуская воздух через рот. Вы увидите бульбочки. Кроме правильного дыхания, важно держаться на воде. В этом нам поможет упражнение «Звёздочка». Ребёнку будет вначале тяжело самому это сделать. Вы можете поддержать своей рукой за животик, и ребёнок, чувствуя вашу поддержку, потом сможет самостоятельно перейти делать это упражнение. После того, как ваш ребёнок освоил эти азы, можно переходить к упражнениям на воде. Упражнение «Стрелочка». Вытянув ручки вперёд, помогаем, ножками работаем и плывём. Как вы знаете, можно плавать не только на груди, но и на спине. Поэтому это упражнение можно сделать «Стрелочку» на спине. Делая усердно эти упражнения каждый день, вы не заметите, как ваш ребёнок удивит вас, плавая и брасом, и кролем, и на спине, и бутерфляем. Мы снова в студии программы «Детонация». И наша тема сегодня – «Как научить ребёнка плавать». С нами в студии уже есть Миша, сын Юли. Здравствуй, Миша. Здравствуйте. Как твои дела? Хорошо. Хорошо? Ты любишь плавать? Да. А ты давно научился? Да. Как ты думаешь, вообще зачем детям нужно уметь учиться плавать? Чтобы быстрее бегать. Это как-то связано? Угу. Ну, то есть ты плаваешь, у тебя руки сильными становятся, ноги причём. Ты быстро бегаешь? Угу. А чем ты сейчас занимаешься? Ты ещё ходишь на плавание? Нет. Нет? А почему? Не знаю. Ну, ты бы хотел заниматься? Но сейчас для меня нет. Угу. А чем ты ещё сейчас занимаешься? Шахматами. Тебе нравится? Да. А ты уже не боишься плавать, как раньше? Нет. А тебе как-то помогло плавание? Или что-то другое? Как ты преодолел свой страх? Не знаю. Не думал об этом никогда? Нет. Юля, а скажите, а как плавание помогло ему преодолеть страх? Какие-то специальные упражнения были? Тренер замечательный. У них там бассейн сразу глубокий. То есть там нет даже детского как бы лягушатника. Им одевали на рукавники, спасжилеты, всё одновременно. Опускали в бассейн, держали за руки, а потом потихоньку это всё снимали. Не заодно. А что? Спасательных жилетов не было. А что было? Были только на рукавнике и эти палки. И эти палки. Вначале сняли один на рукавник, да? А потом сразу и второй. А потом сразу и второй? Через сколько? Десять секунд. Через десять секунд? Как минимум. И всё? И ты сразу поплыл? Угу. Какой ты молодец. А ты на море теперь как плаваешь? Хорошо? Бываешь на море? Обгоняешь своих сверстников? Не совсем. Ещё нет? Нет. Ирина, а как можно помочь родителям, подсказать родителям, как помочь ребёнку преодолеть страх? Вы знаете, тяжело ответить на этот вопрос. Это зависит от ребёнка. Потому что тоже страшно. Вот как я рассказала про свой опыт, что у меня мама на глубине ручонки отпустила, а я поплыла. Но так можно наоборот напугать ребёнка до такой степени, что он в жизни больше не зайдёт в воду. Это, наверное, каждая мама чувствует своего ребёнка. Кому-то надо именно заплыть на середину реки и отпустить руки. Кому-то так. Кому-то надо бережно. Но можно, скорее всего, чтобы не было страха, возле воды, если это река или море, с игрушечками и играть именно в воде. И постепенно так поближе к воде, поближе к воде. Искать ракушки красивые, искать камешки. Дети все любят ракушки, камешки собирать. А в воде они особенно красивые. Там блестят, особенно на солнышке. И вот таким методом уже ребёнок тихо-тихо к воде подойдёт. У него уже не будет боязни воды. Я просто часто на море наблюдаю такую картину, когда мамы с маленькими детьми заходят в воду и начинают ребёнка пускать. Ребёнок кричит, ножки поджимает. А мама его всё равно макает. Так нужно делать? Или это, наоборот, может страх ещё больше вселить ребёнка? Мне кажется, моё мнение, не надо этого делать. Потому что действительно, может ребёнку холодно. Если он кричит, значит ему некомфортно. Может не от холода, может ещё по каким-либо причинам. Но зачем ребёнку стресс такой давать? Наоборот, можно не окунать, как вы говорите, а вот как я перед этим сказала, на берегу играться, искать камешки. А потом, ой, смотри, какой в воде там дальше ещё камешек лежит красивый. И ребёнок сам потянется в эту воду. Мне кажется, так всё-таки лучше. Лаской всегда лучше. Зачем страх? А ваше мнение, Юля? Ну, я полностью согласна, конечно. Если перегибать палку, можно потом просто вообще ничего не достигнуть. Надо с лаской относиться к ребёнку и с пониманием. Потому что есть такие моменты, когда своей неосторожностью и желанием достичь побыстрее какого-то результата мы добиваемся абсолютно обратного результата. И потом с этим боремся очень длительное время. Поэтому если мягко, аккуратно, не будет проблем с плаванием. А почему вы решили закончить занятия и перейти на шахматы? Мы не перешли. Дело в том, что мы занимались одновременно. Но раньше у нас было всего лишь две шахматные тренировки в неделю по часу. А сейчас у нас пять шахматных тренировок, и три из них занимают два с половиной часа. У нас просто не хватает времени заниматься плаванием. Мы бы с удовольствием. А найти время в другие дни? А школа? Все-таки спорт и умственное развитие? А в воскресенье? А в воскресенье, Миша говорит, для мамы, а для ребенка? А я не помню, что мы делаем. А в воскресенье ты с Павлом Геннадьевичем занимаешься? Ну, все-таки считаете, что достаточно, чтобы ребенок развивался только интеллектуально? Нет. Мне кажется, мальчику нужен спорт. Нет, недостаточно, я согласна. Как вы будете решать этот вопрос? Мы на стрельбу его отдадем. Да? Я не думаю, что это очень активный вид спорта. Очень активный. Бежать с винтовкой тяжело. Зато это негуманно, приучать ребенка к оружию. Хотя это тема для отдельной передачи. Сегодня не стоит о ней говорить. Можно Давида вспомнить. Я к тому говорю, что это же не просто... Сейчас стрельба, допустим, а метко стрелять, а попадать в цель. Это было всегда... Вопрос не в том, а это вопрос концентрации. Конечно. Способности ребенка сконцентрировать свое внимание и управлять своим телом и дыханием. Потому что стрельба, это на самом деле не так просто. Очень сложная вещь. Для мужчины это очень важно. Умение контролировать себя. По-любому на войне пригодится. Ты молодец, Миша. Я думаю, что ты настоящий защитник мамы. И нас всех тоже сможешь здесь защитить. Но все-таки тема у нас сегодня плавнее. Поэтому я бы хотела задать Ирине последний вопрос. Как быстро можно научить ребенка плавать? И можно ли быстро? Можно быстро научить, но это опять зависит от индивидуальности ребенка. Если он более схватывает именно навыки плавания, он быстрее научится. Если вот как было у Миши, у него был немного страх перед водой, то немножко дольший процесс. Но научиться плавать могут все. И мне кажется, должны все уметь плавать. Просто мне встречались методики обучения плаванию за один день. Такое реально? Ну вы знаете, я хотела бы задать вам тогда вопрос. Что вы подразумеваете под словом плавать? Если держаться на воде, то можно за один день. А если чтобы научиться все-таки плавать, я имею в виду не так, чтобы продержаться там минуту-две на воде, но все-таки проплыть какое-то время, то это уже надо какой-то более продолжительный отрезок времени. А держаться на воде, да, как поплавочек. Вот, кстати, одно из упражнений, это поплавок, он так и называется. И морская звезда. Да, и морская звезда, держаться на воде. Еще хотела спросить, в любом ли возрасте можно научиться плавать? Ведь есть взрослые люди, которые не умеют. Научиться можно, конечно, в любом возрасте. Но, естественно, желательно, мы знаем прекрасно, что ребенок, он более как в губках впитывает абсолютно все. Поэтому чем раньше вы будете обучать ребенка не только плавать, а абсолютно правильно. Всему? Да, всему. Ну, то это лучше, конечно, конечно. Если ребенок более восприимчив в детском возрасте, человек, не ребенок, более восприимчив. А когда человек уже взрослый, определенные движения могут просто не даваться из-за автоматизма. Когда человек ходит, он привык к определенным движениям, организм привык к определенным движениям, а в воде немножко по-другому. Совершенно другая нагрузка на мышцы, совершенно другое движение должно быть. Поэтому не каждый человек может научиться не из-за возраста, наверное, даже, а из-за нежелания. Потому что тут надо уже себя и свой организм перебороть немножко, немножко что-то изменить. Свой страх и мышцы, наверное, уже по-другому работают и чувствуют. Потому что у нас же все в голове. Я думаю, что сегодня прозвучало достаточно много советов, как научить ребенка плавать. Поэтому я желаю вам, наши дорогие телезрители, скорее бегите к своим будущим пловцам, берите чемоданы и вперед на море! В отпуск! В отпуск! В отпуск!